друзья доброе утро и оживление машин пол седьмого прохожих будет позже а мы с ченнером уже оживляем просторы нашего прекрасного бульвара ничего не скажешь прекрасный прекрасный наиболее приближен к экологически чистому воздуху до море тоже загрязнено испарение все но все равно простор его большой воздух над ним в общем-то чистый и мы сейчас ченнерами его вдыхаем ранний утренний чистый свежий воздух и так тема сегодняшнего одного из сегодняшних видео который вы сегодня увидите вы сегодня увидите еще лебединое озеро второй акт картину на озере действия и вот это вот видео как бы она триггером как говорится стал комментарий одного из подписчиков подписчица которая спросила мое мнение о вкусе и качестве овощей фрукты которые у нас присутствуют на наших овощных развальчиках магазинах рынках я призадумалась думаю так просто ответить но это ответить очень непросто что сейчас нет ничего экологически чистого нет даже если вы выращиваете без удобрений без всего идут какие-то грязные дожди где-то рядом теплицы поливают химикатами эти химикаты просачиваются в подземные воды грунтовые выкачаете своего колодца и все равно у вас получается ничего экологического экологически чистого не получается ченнер побежал к другу вдруг ноль внимания он ищет завтрак лила привет какие новости а у сейчас мы лилу спросим интервью давай вот скажи меня спросили насколько я довольна вкусами и качеством и экологичной чистотой фруктов и овощей которые вот мы имеем на наших овощных точках вот что ты скажешь продукты которые выращены на нашей земле да так 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 ну что делать если апельсины иногда приходится а вот все изделия которые кондитерские не кондитерские не надо овощи фрукты вот эти вот с наклейками вот идеальные яблоки а вот они идеальные откуда вот такие идеальные у нас и так научились вот так вот выращивать помидоры с наклейками да а вот что касается чем их это само удобряют там что вот что это выращивают у нас но а что чего их там поливаются вот это считается экологически чистым если у нас выращена но поливают хорошее сколько стоит 17 20 значит там они видно в корыце лила где чендер надо следить собаке и тем более я у сколько слушаю людей которые приехали откуда-то они говорят у вас такие вкусные овощи это мы может быть избалованы там помидор не тот а где наш старый где на старые помидоры они говорят у вас потрясающе ароматный да но неизвестно вообще все большое давай пока 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 вот как раз и муслим запел ну вот друзья еще мы спросим бога дура что он думает по этому поводу здравствуй художник я город свой рисую на холсте он в утреннем тумане дымки и облака плывут по небу тихо и спокойно такой импровизационный стих и солнышко встает за геношлами и голуби летят а чайки спят еще чайки будут позже здорово хорошо на бульваре утром ножка не дремлет видите как ребристо выстроились облака по большому счету не солнце встает а мы крутимся ему навстречу это у нас как бы такой вот комплекс отдыха и рядом магазин бога дура картошка пару луков несколько перцев и вот эти яблоки сейчас куплю парочку посмотрим что это такое миафрут такие красные красивые яблоки этих розовых возьми парочку розовых ведь они тоже с этим а там какой-то другой написан golden вот пару возьму себе красненьких вот таких вот возьму богатур привет он тут ведь как он грустный он говорит меня никто не смотрит меня никто не слушай все комментарии как какой богатур какие вы смотрели нашли в море назвали да 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 вот я узнавал из 1800 ну и что вы будете герой нашего видео конечно вот сейчас я вот тут набрала брату хочу спросить вот меня одна подписчица спросила вот довольны ли я нашими азербайджанскими овощами фруктами насколько они экологически чистые вот ваше мнение вот эти вот вот такие яблоки вот с наклейками это наши правильно или это не наш а не наши кубинские яблоки я вам сейчас а вот такие вот идеальные их тоже куба куба женщины когда когда это сам урожай собирает до белыми перчатками туда ничего не попало а вот как такие вот у нас таких не было никогда вот это голда называется это мил какой-то и наши все считаете их покупает и собирает холодильник и потом зимой продают и москву а вот скажите вот у нас же так не был такие идеальные примут ровный или сорт такой это бизнес а вот другие сорта а вот вот это я хочу узнать да не очень вкусные наши все старинные сорта смотрите антонов как как назвать бумажные так потом бумажный ранит мы называем бумажный ахасе назвать его антонов а понятно потом есть семеринки белый и зеленый и значит тоже старинные сорта таких их много сейчас в продаже наши сорта на час не час немного из холодильника все выходит сейчас немного мало чем часа уже бизнеса там много холодильника выходит но они тоже вкусными Они вкусные, вкусные. Гранд Смит, Старвит, Пингвин, Болден. Да ладно, Пингвин, кто из них? Какой Пингвин? Кто Пингвин? Пингвин, вот, с порой красный. А вот я взяла, вот они, здесь. Потом Старвит, президентская сорта. Красный? Да, красный. Взяла. Гранд Смит, это кислые. Какие красивые названия, я потом запишу, хорошо? Да, Гранд Смит, она французская сорта. Да ладно. Да, они из Франции привезены. Что вы говорите? Да, они, зеленые облаки, они очень кислые, очень вкусные. Ну и хорошо, знаете, вот класть, когда делаем? Я 30 лет назад... Курицу, утку с яблоками, вот, запекать. Ровно 30 лет назад я впервые видел в Москве, когда из Франции привезли. Французская коробка. И наши сорта, которые из Франции привезли... Потрясающе, интересно. А вот помидоры, помидоры, что вы скажете? Помидоры наши местные, все экологически чистые. Огурцы тоже наши местные. Так, наши местные выращены, а семена, сорта наши, бывшие? Наши местные сорта. Есть почковые из-за границы Голландии привезены. Да, понятно. И есть наши местные. Ага, понятно. Даже есть местные морковь, местные свекла, которые наши сорта. Да. А есть итальянские сорта, они гладкие, блестящие моркови. Вот, я поняла, гладкие, блестящие. Да. Ой, бухгалтер, огромное вам спасибо. Я еще что-нибудь очень гениально вы все рассказали. Вот, очень интересно. И очень красивое название, я потом запишу, хорошо? Нет, давайте идите сюда, давайте. Это Голдена. Сладкий Голден. Это Голден, давайте два Голдена еще возьму. Ставьте, я вам сейчас расскажу. Это пингвины. Пингвины, надо же. Это пингвины. Пингвин, вот. Это президентская сорта, называется Старлит. Старлит, так. А это? Это французская сорта. Вот эти кислые, да? Да, кислые, они называются Гранд Симит. Гранд Симит. А эти как те? Эти, да, одинаковые, да. Президентский, да. Президентский сорта. Все хорошо. Все их называют. И у них другое имя тоже есть название, императорский сорт. Раньше когда-то эти красные яблоки ели как будто императоры. Да, понятно. Президенты, императоры. Но очень вкусные, хрустящие, сладкие. А, вот я взяла по два, и я вот эти тоже добавляю. А вот это черная капуста, что это капуста? Это наши местные. Да? Это черная капуста. Это черная капуста. Очень местные, хорошие сорта. Ясно. Это тоже наши местные. Понятно. Огурцы местные, свекла местные, морковь местные. Да, я вижу уже победу. Да, потом зелень местные. Да, супер. Мы, которые, огромное спасибо, не будут вас отвлекать. Идемте, взвесим. Огромное вам спасибо. Народ уже будет ждать ваших выступлений, честно. Мои выступления будут? Ну, конечно, они же первый раз вас увидели. Ну, пока. Комментарии вот мои. Это самое объяснение. Дайте, я все свои балеты загружу. Подождите. Все, пока, Багадур. Хорошей вам торговли. Все, много клиентов. Давайте. Пока. Пока. Все, Багадур занят, мы будем мешать. Все, накупили всего. Пока. Уходим. Все, набрала яблочек. Буду пробовать эти сорта. Правда, красивые названия? Потрясающие. Багадур молодец, он специалист. Заедем снова в маслиновое хозяйство, шампиньонное. Спросим, подписчица спросила, поставляется ли продукция, вот в частности оливковое масло, в районы Азербайджана. Сейчас мы спросим. И заодно меня попросили купить бутылку. Купим. Надя, привет. Едем вам за маслом. Вот мы снова в этом хозяйстве. Сейчас мы... А вот, кстати... Сейчас я спрошу у него. Сейчас я спрошу у него. Скажите, пожалуйста, вот в Янжу идет ваша продукция? Да, идет. А как там, какой-то магазин особый или что? Нет, в сети, в торговле, да? Вот ваш продукт. Позарщик. Анар. Ага, Анар магазин, да? Вот такие бутылки, смотрите. Вот такую бутылку, смотрите, друзья. В Янжу есть эта продукция. У меня одну бутылку, пожалуйста. Друзья, на этом мы закончим наше вот это видео с опросами, с интервью. И дальше будем уже с Чендлером работать над нашими следующими видео. У нас много задумок, много задолженностей. Пока, друзья. Пока, друзья. Богодур смотрел наше видео и сказал, что мало комментариев для него. Если вам понравилось интервью с Богодуром, пожалуйста, напишите ему комментарий. Спасибо.